Поэтому всем добрый день, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на первом занятии курса «Корпоративная культура». Традиционно проходит в открытом формате. И сегодня мы говорим о том, что же называют культурой компании. Пытаемся разобраться в этом вопросе и зачем это вообще нужно. У этого курса есть сайт, выглядит вот таким образом. И сам курс состоит из шести занятий с инструментами, где мы пошагово проходим от описания до внедрения и оценки культуры в компании. То есть он такой очень прикладно ориентированный и ориентированный на практику. Сегодня мы поговорим о том, можно ли в целом создать культуру, какое значение играет культура в бизнесе, как она вообще появляется, откуда берется. И посмотрим на то, как компания Netflix управляет корпоративной культурой. Вот такой план у нас с вами сегодня. Если вдруг мы с кем-то незнакомы, расскажу про себя. Меня зовут Майк Притула. Я работал, мое первое рабочее место было Альфа-банк, переименованный сейчас в Сенс-банк. И там я был рекрутером и тренером. С темой культуры я сталкивался минимально. То есть, в принципе, таких вопросов мы тогда не поднимали. А вот когда я перешел работать на телеканал СТБ, в Starlight Media, вот там уже мне пришлось вплотную заняться культурой и выстраивать культуру. Я потом покажу свою презентацию, ссылку на презентацию чуть расскажу. Потом в компании Wargaming я застал этап, когда компания тоже выстраивала культуру. Там был другой немножко подход. То есть, я был свидетелем построения культуры в Wargaming. И затем, работая в компании Preply, в компании Ideas, я тоже занимался построением культуры. Мы ее детально описывали, внедряли и начинали по ней жить. Вот такая предыстория. Когда-то я нашел сегодня прям вот ссылочку на эту презентацию. В 2014 году я выложил свою презентацию про корпоративную культуру вот как раз на телеканале СТБ. У нее 8000 просмотров. Это на SlideShare, оно до сих пор доступно. Это презентация, там 50 слайдов. Я бы, наверное, даже вам рекомендовал посмотреть. Тогда я был очень сильно увлечен книгой «Доставляя счастье» Тони Шея про компанию Запас. И, в принципе, многие говорили про культуру счастья тогда. А я ее строил. Мне она понравилась. И она очень резонировала с телевидением, с атмосферой телеканала. И когда мы описывали ценности для телевидения, да, мы многие вещи взяли похожие. Вот. И то, как мы строили отношения с сотрудниками, то, как мы создавали среду, в которой они развиваются, было очень близко к тому, как это делала компания Запас. Только мы, конечно, были очень разные компании, телевидение, IT. Но, тем не менее, было очень интересно. Вот. В работе полагаюсь на лучшие мировые практики. В общем-то, вам тоже рекомендую отслеживать. Это всегда полезно. И буду благодарен, если вы напишите немножко о себе, ну, вашу должность. Да, вот кем вы работаете. Это, например, чар-директор, чар-дженералист, рекрутер, руководитель, генеральный директор. Поэтому, пожалуйста, напишите в чате, чтобы я понимал, с кем мы сегодня имеем связь. Вот. Я пока расскажу про домашние задания. На всех наших курсах есть домашние задания. Их выполнение позволяет получить диплом. И только, в общем-то, такой способ. Нужно сдать все домашние задания. Но зато наш диплом можно добавить к себе в LinkedIn. Он очень круто выглядит и украшает ваш профайл. Выдаем мы его на онлайн-платформе, но его всегда можно скачать себе в PDF-формате и напечатать. Вот так это работает. Теперь по поводу культуры. Про культуру очень много говорят. И тема очень обсуждаемая. В любой прессе можно найти те или иные упоминания. И если раньше культура – это было что-то про поведение сотрудников, то и вот такой, знаете, больше HR-овский вопрос рассматривался. Ну, мол, там культура – это HR-ам нужно? Ну, занимайтесь. То есть ваш вопрос – мы не против. То сейчас культура рассматривается больше как отличительная черта бизнеса. То есть сам бизнес, культура заинтересовалась как способ отличаться от конкурентов. Потому что в современном бизнесе очень много вещей можно скопировать быстро. И вы знаете, как часто копии каких-то известных брендов, продуктов, даже программ выходят. Ну, часто в Китае, потом попадают во весь мир. Ну, в этом бизнесе принято копировать. Но культура считается самым сложным объектом копирования. Например, компания Starbucks. Я, например, часто говорю, было бы здорово, если бы в Украине была компания Starbucks. И тут налетает куча критиков, говорит, да зачем? Да там кофе ничем не отличается, ничем не лучше. У нас есть много кофеин, гораздо лучше. Но, как гласит книга, дело не в кофе. Люди входят в Starbucks не просто потому, что там какой-то особенный классный кофе. Ну да, там прикольные топпинги, они сладкие. Но люди ходят в Starbucks не ради кофе. Они туда ходят за культурой. Они туда ходят погрузиться вот в эту атмосферу, прикоснуться к легенде, к истории. И вот туда они идут. То есть им это нравится как идея, как концепция. И я туда хожу, когда оказываюсь рядом, просто потому, что мне нравится сама идея. То есть не столько сам кофе. Есть много кофеин, где кофе будет не хуже, а может даже лучше. И современные компании вот в такой конкуренции, они выигрывают не только потому, что они что-то предлагают, а и то, как они это предлагают. То есть то, какое они демонстрируют отношения. То, какой посыл они несут. Даже вот в самой последней презентации компании Apple, кто ее смотрел, вы могли обратить внимание, там вот фишка была уже не на технологии. Потому что, ну, сложно уже удивить в телефоне какими-то технологиями. А там они прям вот в стиле Netflix сняли такой прям как мини-микрофильм про заботу об экологии. Да, они там пришел, такой персонаж, мать природа, Mother Nature. Вот, она там их пожурила, сказала, вы там, пожалуйста, внимательнее к природе, а что вы конкретно делаете, какие там у вас есть подходы. И действительно, компания Apple отказалась от кожаных чехлов. И новые чехлы, они какие-то такие из, ну, как бы из ткани, неплохие, интересные. Но и ради этого люди идут, покупают, да. То есть вот это вот интересная штука, что людей привлекает не столько продукт, и не всегда продукт, сколько даже сама идея, которая из компании. Я вот после того, как посмотрел это видео, сейчас я тут напишу, у кого нету звука, про компанию Apple. Мне как-то самому даже стала ближе идея вот этого вот более бережного отношения, более заботы о природе. Да, я начал задумываться о том, что у меня есть, что я бы мог, ну, там, оно у меня стоит, оно мне не нужно, но позволить этому повторно как-то быть использованным, да. Ну, в общем, у меня мысли начали возникать о таких вещах. Идем дальше. Культура в компании – это о том, как сотрудники в компании работают вместе. И, конечно, о том, как относятся к клиентам. И о том, как выстраиваются отношения с партнерами, с контрагентами, с подрядчиками, ну, вот с вендорами, с кем угодно, с кем компания имеет взаимодействие. Вот о чем культура. То есть это неразрывные вещи. Кстати, в интересы многих компаний входит такая штука, как клиентоориентированность. Но она не может быть изолированной от того, как к сотрудникам в компании относятся. То есть клиентоориентированность формируется исключительно тогда, когда есть, давайте назовем ее, сотрудникаориентированность у компании. Вот ровно так, как компания к сотрудникам относится, сотрудники будут относиться к клиентам. Поэтому культура это все объединяет, выстраивает такую экосистему, которая потом формирует и бренд компании, уже не только как работодателя, а и как продукта для конечных потребителей. Что говорят исследования? Что качество и цена – это минимальные требования для конкуренции, и их всегда легко скопировать. А то, чем бизнесы современные отличаются – это поведение сотрудников. Это называется поведенческое отличие. Об этом сейчас пишут в современной книге о бизнесе. Такое особое отношение клиент, такая особая корпоративная культура, она создает устойчивое конкурентное преимущество. Есть, например, такая компания Ридс Карлтон, это известная международная сеть отелей. Они, в общем-то, и отличаются от других благодаря своей культуре, и есть книга написанная про них, у них много материалов, много презентаций, которые они показывают. Потому что они сами верят в то, что их отличительная черта – это их культура. Как, например, у компании Запас, как у компании Нетфликс, как у компании Старбакс и других. Много есть компаний, которые сознают, что они отличаются культурой. У них даже есть мастер-классы. То есть они не скрывают свою культуру, и вы можете заметить, что компании, у которых классная культура и которая работает, они открыто доносят другим. Нетфликс, опубликовали презентацию. Там позже доберемся до Нетфликса, покажу. Там миллионы просмотров их презентации. Запас. Тони Шейн написал книгу. Эта книга, она бестселлер, она просто суперпопулярная. И так далее, и тому подобное. Причем они, такая компания, как Ридс Карлтон, даже приглашают конкурентов. Они не боятся, что конкуренты придут и что-то подсмотрят. Они знают, что скопировать культуру невозможно. Поэтому, даже зная формулу успеха, другим компаниям не хватит настойчивости и дисциплины все у себя внедрить. И много других. Disney тоже самое, Zingerman и многие-многие другие компании тоже на культуре делают свой фокус. Вот смотрите, как это у Ридс Карлтон зафиксировано. Они называют это у себя золотые стандарты. И вот что они пишут. Наши золотые стандарты являются основой гостиничной компании Ридс Карлтон. Они охватывают ценности и философию, которыми мы руководствуемся и которые включают в себя. И вот это вот их элементы культуры. Они выделяют кредо, девиз, три этапа обслуживания, ценности услуг, шестой бриллиант и обещание сотрудника. Кредо. Это по сути, ну что-то типа миссия, такое вот заявление компании. Они говорят, что Ридс Карлтон – это место, где истинная забота и комфорт наших гостей, наша высочайшая миссия. Мы обязуемся обеспечить наилучшее персональное обслуживание и удобство для наших гостей, которые всегда будут наслаждаться теплой, расслабленной, но в то же время изысканной атмосферой. Опыт, полученный в Ридс Карлтон, оживляет чувства, способствует хорошему самочувствию и удовлетворяет даже невыраженные желания и потребности наших гостей. Девиз. В гостиничной компании, вот, кстати, их отель, да, очень красивый, но он, конечно, роскошный. В гостиничной компании The Rids Карлтон Hotel Company LC мы, дамы и господа, обслуживающие леди и джентльменов. Они не говорят, что мы там обслуживающий персонал, мы тоже, в общем-то, люди. Этот девиз является примером предвосхищения услуг, предоставляемых всеми сотрудниками. Три этапа обслуживания, да, это такая мантра каждого сотрудника. Теплое и искреннее приветствие. Использование имени гостя. То есть они пытаются всегда к гостю обратиться по имени. И предвидение и удовлетворение потребностей каждого гостя. И прощание с любовью. Теплое прощание и, опять же, имя гостя. Дальше у них есть сервисные ценности, да, и там набор того, что они делают, ну, очень интересный. Ну, давайте там посмотрим несколько, да, например. Я выстраиваю прочные отношения и принимаю гостей Rids Carlton на всю жизнь. Я всегда четко реагирую на выраженные и невыраженные пожелания и потребности наших гостей. Я уполномочен создавать уникальные, запоминающиеся и личные впечатления для наших гостей. Ну и так далее. То есть вот это вот у них описано как их ценности. Дальше у них есть там своя концепция шестого бриллианта, мистика, эмоциональная приверженность, функциональность. В общем, как они это все огранили. И есть обещание сотрудника. Вот. Ну, тоже интересно. Как бы каждый сотрудник, он подписывается под этим, да, и принимает это как часть своей деятельности. То есть, ну, тоже достаточно интересно они это сделали. Вот. Соответственно, сегодня для современного бизнеса отличаться своими сотрудниками для многих – это единственная оставшаяся возможность на рынке. И наиболее устойчивое конкурентное преимущество. То есть я думаю, что, вероятно, даже там какие-то кофейни, какие-то рестораны, в которые вы ходите, вы уже… Ну, их очень много похоже. Вы уже ходите, может быть, даже не столько ради кофе или еды, а ради того, как там с вами ведут себя люди, а то, как они к вам относятся. Есть и исследования. Например, Джордж Берстин провел большое исследование в 22-м году и доказал, что те компании, которые уделяют внимание своей культуре и которые выстраивают правильную культуру, они в бизнесе получают огромное количество преимуществ. И там кратное преимущество в разных направлениях – от финансовых до инноваций и в области людей. Да, вот то же самое с переводом для общего понимания. Это также очень здорово работает на бренд работодателя. То есть для многих людей сейчас важно даже не столько, в каком офисе они будут работать или сколько они будут зарабатывать денег. Для них важно то, какая это компания. То есть люди даже готовы, особенно поколение Y, поколение Z, они готовы пожертвовать где-то зарплатой, но понимают, что будут работать в компании, с которой у них есть общие ценности, понимание смысла этой компании и какое-то совпадение в предназначении. То есть для компании это уже и конкурентное преимущество в области найма – отличаться культурой и предлагать свою уникальную культуру сотрудникам, для которых это важно. Также культура влияет на продуктивность. То есть если мы посмотрим на то, как работают люди, мы увидим, что очень сильно это зависит от культуры. Тут полезно подумать в целом, какой текущий уровень продуктивности в вашей компании. Да, вот подумайте, пожалуйста, можете написать в чате, как бы вы в среднем оценили продуктивность сотрудника в компании по шкале от 0 до 10. Является ли это максимальная продуктивность? Может быть, это близкая к максимальной, может быть, средненькая, а может быть, ближе к минимальной. Вот тоже полезно это осознать и подумать, если это не максимальная продуктивность, то чего же нашей компании не хватает для того, чтобы люди работали с максимальной продуктивностью. Вот. Теперь подумайте, а что, если бы вы могли текущую оценку, которую вы поставили увеличить на 1 или 2 балла? То есть просто-напросто вы бы получали больше результата, не меняя затраты. Например, высшую прибыльность. И вот важно понимать, что это тоже доказано, что культура – один из сильнейших факторов, который влияет на продуктивность. То есть для компании это инструмент просто повышения активности бизнеса. Опять же, например, если мы посмотрим на исследование вовлеченности, компания Gallup очень известна своими опросниками вовлеченности. В опроснике Gallup Q12 есть четкий вопрос, который нас, в общем-то, к культуре и относит. Полагаете ли вы, что миссия, цель деятельности вашей компании помогает вам осознать важность вашей работы? То есть это показывает, что культура является одним из 12 факторов вовлеченности людей. Вовлеченность ведет к продуктивности. И вот объяснение, почему этот вопрос про культуру есть в вопроснике компании Gallup. Что он измеряет? Работники хотят верить в то, что их работодатели делают. Этот пункт измеряет, в какой степени это так? Она направлена на максимизацию индивидуального и группового вклада путем обращения к ценностям сотрудника. Почему мы это спрашиваем? Когда сотрудники соглашаются с этим пунктом, связь между их личной миссией и их компанией заставляет их хотеть сделать больше. Какая польза для бизнеса? В рабочих группах, созданных вокруг миссии, текучесть кадров на 15-30% ниже, меньше несчастных случаев и прибыльность на 5-15% выше. Ну и, соответственно, добиться улучшения в этом пункте можно благодаря внедрению культуры. Идем дальше. Культура создает окружение, в котором люди работают. Есть текущий современный подход, возможно, вы слышали, называется опыт сотрудника. Есть такой автор Джейкоб Морган. Он автор, он спикер конференции, и у него есть консалтинговая компания, которая консультирует компании, как улучшать опыт сотрудника. Этот автор говорит, что опыт сотрудника, то есть те впечатления, которые сотрудники получают от работы в компании, формируются из трех окружений. Окружение физическое, то есть где мы находимся физически, какой у нас офис. Окружение технологическое, какие нам компания дает технологии. И культурное. Культура – это тоже то, что формирует нашу работу, наше впечатление, то, что влияет на нашу эффективность. Это как бы три измерения, в которых мы находимся на работе. Когда я на работе, я нахожусь с одной стороны в каком-то там своем кабинете или в open space с коллегами. Я нахожусь в цифровом пространстве. У меня есть почта, мессенджер, какой-то там инструмент для работы с задачами, мои документы, которые там хранятся. Есть еще одно окружение, оно такое самое неочевидное. Это культура, которая все пронизывает. Эти три окружения, они влияют на мою работу, на мою эффективность. Ну и если не заниматься культурой, то компания просто очень много чего теряет. Другие финансовые результаты культуры. Если культура построена правильно, улучшаются отношения с клиентами. Вот яркий пример тому компания «Запус». Ну и если взять любую компанию с классным клиентским сервисом, вы увидите, что внутри этой компании есть фокус на культуре. Поэтому, когда, например, культуры нету, когда сотрудники всего лишь следуют инструкциям и даже не пытаются вам помочь, вам к ним вернуться, в общем-то, и не сильно хочется. Вы думаете о том, что, наверное, я поменяю компанию на другую. Как же тогда такая культура берется, если она так важна, если компании пытаются ею управлять? Откуда она вообще создается? Смотрите, значит, культура – это общепринятый набор ценностей и принципов, которые проявляются в повседневном поведении людей. И это не то, о чем говорит лидер и чего хочет. Потому что лидер может говорить про одни вещи, а люди могут демонстрировать категорически другие вещи. Поэтому культура больше про то, как люди себя ведут, о чем они думают. И культура проявляется в реальном поведении. То есть культура в компании проявляется каждый день. Даже если сотрудники, руководство компании не осознает это, культура все равно проявляется, она все равно есть. И когда компания пытается делать вид, что она управляет культурой, это еще далеко не управление культурой само по себе. Есть компании, которые публикуют на сайте миссию, видение, ценности. Компании, которые в офисе, на стены вешают плакаты, там все круто. Но при этом там никто так не ведет себя, и люди не знают об этих ценностях. То есть как остановить человека, спросить, слушай, какие у вас ценности, никто не вспомнит. На собеседовании не оцениваются эти ценности. Поведение, которое противоречит ценностям, никак не наказывается. Вот это вот то, что часто можно наблюдать. Поэтому, к примеру, вот компания Enron, возможно, вы о ней слышали, она когда-то с грохотом обанкротилась и со скандалом закрылась. У них были очень крутые ценности, и они были прямо у них везде, там и в холле, и на стенах. Какие были ценности? Честность, коммуникации, уважение и превосходство. Там этого не было и близко. То есть там топ-менеджмент вообще вел себя по-другому. Я однажды был на конференции в Сан-Франциско для B2B SaaS-компаний. Я специально пошел на выступление бывшей сотрудницы компании Enron. Потом у нее тема называлась «Как моих боссов посадили в тюрьму». Название было очень классное. И она рассказывала про своих руководителей, в общем, из этой компании, насколько там была культура, ну вот просто антикультура, что там было много буллинга и хейта. Там вот топ-менеджмент был очень наглый, всех считал идиотами, и сотрудников, и любые контролирующие органы, и клиентов, и акционеров. Творили, что хотели, деньги налево-направо разбрасывали, бонусы себе большие платили. То есть там вообще был просто, знаете, как говорится, Содом и Гамора. То есть полностью антисоциальное поведение. Ну неудивительно, что их всех посадили. Поэтому культура – это не про внешний фасад, который иногда создают. Такую культуру, кстати, называют «булшит-культура». А это про то, как на самом деле люди себя ведут. Что интересно, культура есть в принципе в любой компании людей. Вот у каждой группы людей есть какая-то культура. И когда ты попадаешь в эту компанию, в эту группу, ты ее сразу же ощущаешь. Насколько эти люди дружелюбны, насколько они улыбаются или нет, как они говорят по телефону, как ведут себя с незнакомцами. И у вас тоже в группе ваших друзей, там, где вы состоите, тоже есть какая-то культура. Есть какие-то нормы, есть какие-то правила. Например, о чем можно шутить, а о чем нельзя. О чем вообще не стоит говорить. Как относятся к новичкам. Я думаю, что когда у нас появились там Телеграм и другие мессенджеры, и когда мы находимся, у нас есть куча разных чатов, есть большие чаты, в которых мы состоим. Есть маленькие чаты, чат друзей, чат родственников, чат одногруппников, чат коллег, чат еще кого-то. Там очень разные культуры. То есть какой-то мем, там, условно говоря, пошлую шутку, вы не отправите во все чаты. Вы в ряд чатов направите, а вот там где-то вы не будете. Хотя вы – это вы. Вы не меняетесь, просто культуры разные. И вот многие похожие вещи происходят в разных чатах по-разному. Поэтому подумайте по поводу своих чатов, групп, в которых вы состоите. Куда вы что выкладываете, куда вы что не выкладываете, где вы обсуждаете политику, религию, а где вы избегаете этого, где вы выкладываете неприличные картинки, где не выкладываете, где вы ругаетесь, где не ругаетесь. Как же тогда это все формируется? В этих всех чатах и группах никто не собирается и не описывает нашу миссию, наше видение и ценность. Культура всегда возникает естественно и внезапно. То же самое, например, у детей. Если у вас есть дети или племянники, у них есть там кто-то в школу ходит, кто-то в садик, кто-то в институт, у них тоже есть группы. И в этих группах есть свои культуры, которые тоже сформировались хаотично. Причем может быть такое, что в школе, например, на потоке несколько классов, вспомните себя в свои школьные годы, классы даже между собой отличаются. Там есть классы, которые лучше учатся, есть классы, которые себя плохо ведут, есть там прям вообще оторванные. Хотя одна и та же школа, вроде одни и те же дети, но сформировались разные культуры. Так вот, теперь про то, как это появляется. В каждой группе людей есть один или несколько людей, кто сильнее других личностных. То есть это сила личности. Это люди-лидеры, их еще называют альфа-самцы, но это не про людей. У женщин тоже такое. Есть сильные женщины, женщины-лидеры. Исходя из уровня этих людей, уровня энергии, эти люди имеют непропорциональное воздействие на других людей. Попробуйте даже сейчас этих людей вспомнить среди вашего окружения, среди своих коллег. Наверняка вы вспомните людей, которые энергетически сильнее. А может быть, это и вы. Эти люди предлагают, куда выбраться, погулять, либо поесть, в котором часу. И остальные, скорее всего, поддержат. Причем это не про голос, не про громкость голоса, а это вот про какую-то внутреннюю стержень. Идем дальше. Когда вы присоединяетесь к группе или хотите присоединиться, вы даже несознательно оцениваете, какие там есть нормы. И вы присматриваетесь. И вы смотрите, будут ли они вам подходить или нет. Их там установил какой-то лидер. Если вам это подходит, вы остаетесь, и они укрепляются со временем. Если вам не подходит, вы из этой группы выходите. Часто происходит неосознанно. И вы меняете свое поведение. Кто менял несколько групп, могли за собой наблюдать, как менялось поведение. Часто детей переводят из класса в классы, из школы в школу для улучшения поведения. Потому что, если ребенок оказался в каком-то неблагополучном классе, будет плохо учиться. Миллион случаев, когда люди просто поменяли школу, и там какой-нибудь условный двоечник становится очень даже себе хорошистом. Просто потому, что другое окружение. Идем дальше. Вспомните, когда вы последний раз покидали группу. Почему это было? Что вынудило? В каждой группе есть период пробы и ошибок. Они помогают культуру формировать. Они устанавливают какие-то границы. Кто-то пошутил, и всем стало некомфортно, и люди этого избегают. Нормы будут меняться под влиянием сильных людей, у тех, у которых непропорционально большое влияние. То же самое, аналогичные вещи происходят и в бизнесе. Если вы целенаправленно не управляете культурой и не формируете ее, она в любом случае будет формироваться. И если вы не создаете культуру, которую хотели бы, ее сформируют другие люди. И это не обязательно будут руководители. Возможно, это будут какие-то классные, трудолюбивые, преданные сотрудники, и все будет хорошо. Но это могут быть далеко не такие люди. Это могут быть люди, которые саркастичные, циничные, ленивые, придурки, токсичные мудаки. Эти люди будут влиять на окружающих и других делать точно такими же, как и они сами. И эти люди будут разрушать вашу компанию. Поэтому, когда вы не управляете культурой, вы рискуете, что управление культурой захватят далеко не самые лучшие люди. И культура сильно влияет на эффективность. Это мы помним. Зачем тогда полагаться на случай, чтобы культура сама по себе формировалась? Это неправильно. Нужно брать контроль в свои руки и формировать такую культуру, как мы хотим, а не жить в той, в которую для нас сформировали. Подумайте вот о чем. Насколько для вашего бизнеса важна культура по пятибалльной шкале? Один совсем не важна, пять критически важна. Если можно, напишите в чате. Не стесняйтесь. В общем-то, тут даже не будет видно, кроме... Только я увижу ваши ответы. Поэтому напишите, насколько, по вашему мнению, вашей компании важна или не важна культура. Пока будете писать, я пойду дальше. Кто-то напишет, буду благодарен. То же самое подумайте, есть ли в компании стратегический план на какой-нибудь там следующий год с целями, с приоритетами, с стратегическими инициативами. И если есть план, цифру поменять, думайте о 2024 году. Если есть план со стратегией, скорее всего, есть план продаж на год, есть план, как его выполнить. Скорее всего, у компании есть бюджет на год и должен быть, как вот на уровне с этими всеми документами, документ, описывающий управление культурой. Отсутствие такого документа должно в компании в целом рассматриваться как отсутствие бюджета, например, на год. Наверное, или отсутствие плана продаж на год. Наверное, это бы компаниям показалось странным, не иметь бюджета или не иметь плана продаж. То есть это все равно, что компания бы как-то подчинялась шторму и пыталась плыть хотя бы куда-то. Почему руководители часто не уделяют внимания культуре? Во-первых, часто они не видят в ней никаких цифр, поэтому считается, что на нее не нужно тратить время. Да, это такая мягкая проблема. Кто-то считает, что это исключительно HR вопрос, поэтому пусть HR-ы там занимаются. Кто-то считает, что невозможно контролировать, она неосвязаема, лучше выпустить какой-нибудь осязаемый продукт. Многих просто-напросто не учили, а некоторые даже не задумывались о важности управления культурой. А нужно целенаправленно создавать и управлять культурой. То есть этот процесс должен быть подконтрольным. Вот давайте посмотрим на пример компании Netflix. Компания известная всем, супер успешная, самый популярный в мире стриминг, на несколько голов впереди своих конкурентов. Ее, по-моему, даже компания Apple подумывает купить. Стоит она миллиарды долларов, хотя начинали они как компания, которая давала фильмы в прокат, то есть по почте отсылала диски. Сейчас это очень крупная компания. Что они делали для культуры? Они говорят, и мы с вами тоже так будем это делать, строить культуру вокруг ценностей бессмысленно. Вот задумайтесь, строить вокруг ценностей бессмысленно. Они рекомендуют определить желаемое поведение. И вот эта вот ошибка, выбрать красивые ценности, строить вокруг них культуру, эту ошибку допускают многие компании, поэтому во многих компаниях это не работает. Нужно говорить про поведение. Вот они говорят, это Петти Маккарт, бывший чар-директор компании, которая культуру строила. Одно из ранних желаемых поведений Netflix не будь идиотом. И вот еще один классный пример. Мы тоже к этому будем возвращаться. В культуре не нужно бояться говорить то, что вы хотите, то, что вы думаете. Потом компания Tesla, мы этот кейс тоже будем рассматривать, они многие вещи повторили, они тоже людям прямо говорят. Если ты ведешь себя вот так, ты мудак. если ты вот так сделал, мы тебя уволим. То есть культура это не про розовых пони. Это означало, что мы потратили много времени на разговоры, применение здравого смысла. Второе, будь решателем проблем. Мы хотели, чтобы люди брали ответственность и были проактивными. Это не о том, как люди себя чувствуют, а о том, как они себя ведут, насколько это ведет к результатам бизнеса. Их презентацию, мы сейчас продолжим про культуру Netflix, презентацию корпоративная культура Netflix только лишь на слайдшер посмотрели, смотрите, 17 миллионов раз. Это только на слайдшер, она была на сайте Netflix, там тоже много миллионов раз. Ее выкладывали, перевыкладывали, даже просто у меня на слайдшер посмотрели эту презентацию там раз где-то 30 тысяч раз. То есть много источников, я думаю, что если просуммировать, то общее количество просмотров презентации про культуру Netflix будет больше, чем 100 миллионов раз. И это про интерес к вопросам культуры и про интерес к Netflix и про то, насколько Netflix благодаря такой культуре выросли. Кстати, на слайдшер презентацию выложил CEO компанию, она там до сих пор лежит, вот ссылка и до сих пор под авторством SEO. Они потом выслали, выложили еще одну версию, там меньше просмотров, тоже несколько миллионов. Идем дальше. Значит, кстати, очень хорошо, и потом книга была написана, очень хорошо культура Netflix описана в книге, Патти Маккарт называется сильнейшая, я рекомендую прочитать. Что они говорят? Очень важно обнаруживать несоответствие. Когда слова не соответствуют действиям, это проблема. Менеджмент и HR должны работать над общими целями, например, построение клиент-ориентированной компании, а не просто там HR фокусируется на снижении текучести. Еще один принцип, который они внедряют, найм тех, кто умеет обучаться. Мы нанимаем тех, кто умеет обучаться. Спросите на интервью о важной ошибке и чему они научились на ней. Если не помнят ошибку или не могут рассказать, чему научились, не нанимайте. И мы тоже будем об этом говорить на курсе. Интеграция культуры это не только про описание, а это про найм людей, которые соответствуют. Это про задавание вопросов на интервью, про поведение, которое соответствует или не соответствует культуре. Вам не нужны люди, которые всегда считают себя умными и самыми правильными. Они плохо учатся и мешают другим. Правда и прямота еще один принцип Netflix. Компаниям нужна возможность продуктивно говорить о трудных вещах. Люди должны найти в себе мужество говорить, зная, что слушатель посмотрит им в глаза и услышит, что они скажут. Они должны верить, что компания будет искать справедливый и принципиальный результат, а не защиту структуры власти. И вот советы Пати Макат. Обратите внимание, компания Netflix потребовалась 10 лет, чтобы достичь культуры, описанной в ее презентации. И они продолжают работать над этим. 90% культуры обращают на это внимание. То, что вы делаете каждый день и как вы это делаете, отражает вашу культуру такой, какая она есть. Так что будьте культурным антропологом. Посмотрите на эти истории, посмотрите на ритуалы, на героев, на плохих парней. Посмотри, что ты видишь. Если тебе не нравится, измени это. Будьте осторожны, с этого ты начнешь. Вот. На нашем курсе мы будем рассматривать одну из самых современных, в то же время очень простых и прикладных моделей работы с культурой, потому что за последние несколько десятков лет поменялось очень много подходов к управлению культурой. И этому тоже были свои причины. Например, какой раньше был подход в управление культурой? Раньше был подход это просто образование людей, изменение их мышления. Например, как это делал Генри Форд. Генри Форд вообще один из первых предпринимателей, которые поняли, что очень важно культура в компании. Ему, а это было сто лет назад, ему доставались сотрудники, которые приходили работать на его заводы, работавшие ранее в каких-то не очень хорошо организованных бизнесах. Они были грязные, они матерились, они бухали, и в общем они не сильно думали о качестве работы, о клиентах. Для них работа это было что-то, что они делают вынужденно, просто чтобы получить деньги, пойти там купить себе кусок хлеба. Генри Форд понимал, что такие люди не построят ему великолепный бизнес, он не станет лидером в производстве автомобилей. Поэтому он сразу поднял зарплату с одного доллара в час до пяти долларов в час, а с другой стороны он начал строить целую деревню, поселение для своих работников, создавать там культурные клубы, описывать принцип правильного поведения, он перевоспитывал. Это было тогда, тогда люди работали в компаниях десятилетиями, династиями. Современный подход в таких компаниях Google, Amazon, Tesla, Facebook и так далее, люди работают год, два, три. И нужен абсолютно другой принцип. Тут важно начать отбирать людей правильно. У вас просто не будет времени перековать человека, перевоспитать, поэтому вам нужно правильно отбирать, вам нужно правильно интегрировать, правильно обучать, коммуницировать и направлять. И современный подход, который мы будем рассматривать, подход, восьмешаговая модель, он построен для современных компаний. В нем не предполагается вот этих опросов. Когда-то я даже это застал, я работал в Альфа-банке, это был 2008 год, когда культуру изучали через опросы. Вот вам четыре утверждения, выберите, как лучше. Это все, это в прошлом, так это не работает. Другие компании, компании современные, кейсы которых мы здесь рассматриваем, в том числе на этом курсе, они идут чуть по другому пути, по более эффективному, по более современному, и именно этот путь мы на данном курсе и будем изучать. Несколько книг для старта, которые я бы рекомендовал посмотреть, почитать. Конечно же, книга про культуру Netflix, и потом Петти Маккарт, она собрала классную книгу с кейсами разных компаний, то есть называла его Culture Book, и там прям вот каждой компании выделено несколько страниц. Номашнее задание для тех, кто с нами на курсе, изучить презентацию корпоративной культуры Netflix, описать пять приемлемых и желаемых поведений в компании, по вашему мнению, и пять неприемлемых и нежелаемых. сделать при этом свой чат и попробовать установить там свои правила в культуре, чтобы на себе это прочувствовали. Дальше, на втором занятии мы разберем все этапы восьмишаговой модели, чтобы увидеть, что нам предстоит делать, и на четырех занятиях мы эти шаги пройдем с примерами, с инструментами, с конкретными действиями и с кейсами компании, которые мы будем рассматривать. Вот такой план дальше. На этом сегодня все. Если вы с нами на курсе, мы увидимся через неделю. Если вы еще не на курсе, присоединяйтесь. Если перед вами стоят задачи по описанию культуры или по улучшению культуры или просто по изменению поведения людей, это тоже про культуру, то здесь вы получите готовое решение, вы получите знания, примеры и сможете разработать свой собственный проект и его реализовать. И получить обратную связь на то, что вы будете делать. Вот такой план. Поэтому подключайтесь. Всем спасибо, кто был онлайн. И до скорой встречи. Следите за новостями. Скоро встретимся на очередном вебинаре. Пока-пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok